Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязева, город курорт Анапан. Мы находимся на переулке морском и вместе с вами сегодня посмотрим гостевой дом морской. До моря здесь 900 метров показывает 2 ГИС 12 минут пройтись пешочком. Есть у вас собственно парковочка под ваши машинки, рядышком полностью вся инфраструктура и в пик сезона сегодня на календаре у нас 12 июля 2022 года стоимость здесь начинается от 500 рублей с человека. Это по-моему просто великолепно для того чтобы приехать отдохнуть оздоровиться на нашем Черноморском побережье. Так выглядит парковочная зона, машинку будет вам куда подставить за это можно не переживать и абсолютно бесплатно. Вход в гостевой дом по ключу, то есть территория закрыта, ваши детки никуда не денутся. Есть мангальная зона, можно приготовить шашлычок, также имеется казан для приготовления вкусной пищи. Рядочком есть детская зона, на которой дети играют, есть место где помыть ножки, батут чтобы попрыгать и конечно же небольшой детский бассейн в котором можно искупаться. Есть теннисный стол и зона отдыха под зонтиками, также во дворе можно посушить свои вещи. У хозяев есть холодильник, вдруг вы можете захотеть попить, чтобы не идти в магазинчик можно здесь прикупить. Гостевой дом очень уютный, вот еще одна зона отдыха и есть общая кухня. Вдруг если вы хотите сэкономить, сами с утра допустимся что-то или своим детям приготовить, то пожалуйста. Приятного аппетита, есть собственная кухня для приготовления пищи. Холодильник, плита газовая, микроволновая печь, набор посуды, в общем все что может понадобиться. Как вам здесь отдыхается ребята? Это прекрасно, хорошего отдыха. Теперь давайте по номерам, как всегда начнем с более дорогих и к самому бюджетному к 500 рублям с человека. Наверх у нас идет такая вот удобная лестница, нога полностью помещается, это хорошо и она сделана надежно, не шумит. Посмотрим номер. Заходим, у нас тут занавесочки, чтобы никто к вам не залетал. На входе у нас есть холодильник и тумбочка, также место для хранения и такой вот номер на троих. Отдохнуть на троих в этом доме сейчас пик сезона будет стоить 2100 рублей, то есть 700 рублей с человека со своими удобствами. Есть телевизор, есть столик такой, чтобы можно было поставить перекусить. Шкаф у нас выглядит внутри вот так. Номер с двухспальной и односпальной кроватью, довольно таки уютный, также есть санузел. В санузле раковина, зеркало, туалет и швай. Спецсистема в этом номере тоже есть. Не забывайте, если вы приезжаете на длительные сроки, всегда можно поторговаться с хозяевами и выиграть себе скидочку. Мы смотрим с вами двухместный номер, две односпальные кроватки, санузел, место для хранения, холодильник, стол, телевизор, сплитсистема. Это место для хранения. Санузел у нас выглядит вот так. Туалет, раковина, зеркало, мыльца лежит везде, тазик и душевая зона. Стоимость 1800 рублей получается по 900 рублей с человека. Посмотрим очень уютный номер для двоих с односпальной кроватью. Если вы приехали в романтическое путешествие, вы можете выбрать себе вот такой номер. Есть холодильник, телевизор, вот как красивая картина. Просторный хороший номер. Есть место для хранения ваших вещей и столик с прикроватной тумбочкой. Плитсистема также имеется. Место для хранения выглядит вот так. Санузел. Здесь есть раковина, зеркало, туалет, тазик и душевая зона. Стоимость данного номера также 1800 рублей. Гладильная доска. На втором этаже основного дома есть вот такой вот зал-прихожая и здесь расположены эконом-номера. Вмещение здесь есть, кстати, в этом гостевом доме и одноместные по 1000 рублей можно снять, потому что постоянно за них спрашивают. И вот смотрите, здесь вот такой вот номер на четверых, просто огромное пространство. Когда дверь открыл, прям очень сильно удивился. Двуспальная, две односпальные, какие кроватные тумбочки. Есть предсистема. Можно снять за 2000 рублей. Есть еще на пятерых за две с половиной тысячи рублей. Здесь получается за 500 рублей с человека можно отдыхать. Есть столик, телевизор, место для хранения. Выглядит оно вот так. На входе есть холодильник. Реально можно поставить еще теннисный стол, там либо бильярд и развлекаться. Ну очень большой номер, ну либо еще кровати пять доставить. На эти три номера на этаже есть удобство. Удобство выглядит вот так. Тоже огромное пространство. Заходите, есть раковина, зеркало, место, куда что поставить. Туалет и вот такая бочущая душевая кабина. По 500 рублей с человека. Можно здесь остановиться. Номера, как всегда, указаны напрямую. Ну а мы теперь отправляемся на море, дорогие друзья. А здесь я вам желаю всем хорошего отдыха. Причем хорошие варианты для того, чтобы сэкономить ваши денежки и приехать поздоравливаться с собой и своими детками. Также здесь можно прикупить домашние пельмени, вареники. Готовят своя хозяйка и посмотреть, какая красота во дворе. То есть с туями, можжевелочкой. Вообще смотрится шикарно. По питанию друзья, вот мне хозяйка говорит, что всех отправляет в трактир русские блины. Доходим до этой улицы направо и буквально пару кварталов и мы там едим вкусно и прекрасно. Особенно комплексные обеды. Еще выходят в принципе очень дешево. Фрукты, овощи. По пути вы сейчас все увидите, продается. До моря два гис. Давайте посмотрим. Показывает 12 минут и 900 метров дойти до пляжа «Жемчужная Россия». Идем в сторону улицы Курортная. Кстати, я не сказал, что если пойти прямо налево, будет пандок с шашлыком по 55 рублей. Чуть-чуть направо проходим по улице Горького. Будет магазин «Пятерочка». Пойдем в левую сторону, потому что так ближе пройти на пляж «Жемчужная Россия». На углу я уже вижу, что есть тоже шашлычное. Рыночек с товарами курортного ассортимента. Фрукты, овощи, арбузы, дыньки, маечки. В общем, очень много всего. Это прям все в шаговой доступности с вашим домом гостевым. Пандорки 120, персики по 180. Потом еще один мини-маркет «Панорама». Торговля холодным на розы. Прямо в этом году очень радует. 5-60 рублей зато обещают. Поворачиваем налево. Дорогу здесь можно перейти. Там есть пешеходный переход. Ну, я предпочитаю спуститься вот здесь, потому что здесь, видите, уже нарастают деревья. В скором времени здесь будет низкая аллея. Это очень классно. Тут не надо будет переходить дорогу, нам надо будет дойти через подземный пешеходный переход. Вот здесь 1 ноября 1901 по август 1902 на поделах технической батареи БС-464. Очень советую посещение с детками. Там такая пушка. Им всем очень нравится. Нехватное обслуживание. Медицинская бригантина. Медицинский центр. Столовых тут нехватки не испутываются. Вот еще один вкусный продукт имени-маркет. Спуск через подземный пешеходный переход. Он был первый по напиши. На выходе есть фрукты и овощи. Классик продают. Меня спросили, сколько стоят билеты здесь в парке традиционных. Пожалуйста, смотрите. Когда мы прогуливаемся, он здесь находится. Проходил мимо, не озвучивал. С детками можно будет вечером прийти и покататься. И аттракционов не так много, так что не сильно разоритесь. Торговые площади здесь в избытке. Мне тут не разрешают снимать. Ни ценники не рассказывают. Ничего. Прям интересно. Из-за чего, друзья? В правостроен находится дача Дельцов. И ресторан одноименный. Фонтан. И такая прям красивая курортная жизнь во всю кипит. Сейчас время 10.33. И мы двигаемся по аллейке. Пляжик, скажем честно, России. Мне, честно, очень нравится этот проход. Особенно, когда вырастут все эти деревья, которые высажены здесь, будет просто город-сад, город-рай. Продают разную рыбку. Все под сеточкой. Все хорошо. И частично, можете видеть, что в холодильнике лежит еще выбор большущий. Плюс пиво есть. Разные еще аттракционы, развлекаловки. Городок, в котором за 300 рублей можно провести весь день. Эти у нас отдыхающие молодцы. К 11 уже возвращаются с моря. Но большее количество, конечно, двигается только в ту сторону. Есть вот такие батуты. Можно попрыгать. Дальше свежие выжатые соки продаются. И, конечно же, тир. По ценникам, что запроще. Есть питьевой билет, по-моему, 10 рублей стаканчик нашей анамской воды минеральной. Ну, еще куча просто разных развлекаловок. Таких, как и батуты. Еще один тир. Зоопарки здесь контактные. Кто-то перевернул дом. Печалька. Администрация бездействует. Развлечение для вас. Дом верном, друзья. Ну, и, конечно, товар коротного ассортимента. Также предлагаются экскурсии. Если вы хотите приехать сюда отдельно, здесь у нас пересечение с Пионерским проспектом, вы можете спокойно добраться сюда на маршрутке 128-й, либо 114-й, либо приехать на такси к этому месту. С правой стороны находятся ганкомки вафли, коктейли, магазинчики. То есть, ну, прям реально, друзья, идете, везде точки общепита, везде какие-то предложения о продаже продуктов. О, вата вернулась на место. Привет. Это хорошо, когда есть стабильность. Мороженки есть и пивасик. Также здесь есть столовая. Можете глянуть по ценам, что почем стоит. Больше, допустим, 60 рублей, альве салаты по 80. Пишите, как вам, если вы здесь, в этой столовой, кушали. То есть, удобно, что поставили все ценники, не надо ходить разглядывать. То есть, и вот такая вот раздача со столовой. Мы попадаем на небольшой ареночек, в который можем, кстати, посмотреть, что почем стоит. Черешенька по 70 рублей. Наверное, чуть некондиция 280. Блочки 120, по 100 рублей есть. Вот это дамовая яблока, говорит, лечит от всех болезней по 100 рублей. 150 груша, 150 есть черешня, 180 нектарин, 280 армянский абрикос. Керсики по 160, по 170, помидоры 120, огурцы есть по 120, есть по 70. А скажите, по чем арбузы? 50 рублей. 50, а дыньки? Дыньки есть 80, есть 100 рублей. Парпедос, дыньки 100 рублей. Откуда? Из Вологодской области. Как вам у нас? Отлично. Если приехать, первый день уже успели скупаться. Супер. Очень-очень рады. Сегромный выбор разнообразных товаров, которые вы можете увидеть. Всегда удивляет то, сколько здесь продают. Ну, если продают, значит, есть спрос, и вы это везете все к себе домой. Вопрос, зачем вам это все? Ну, трое стороны. Ладно. Говорит, вы же на курорте, ни в чем себе не отказывайте. А свитей здесь не оцените. Тут просто, как говорится, выставка странная. Ребята молодцы, честно. Я прям благодарен, что никому приставать не надо. Все, по ценам подписано. Подошли, купили, пошли дальше. Есть туалет по 25 рублей. И разнообразная выпечка, которую вы можете взять с собой на пляж, либо после пляжа покушать. Например, хот-дог за 150 рублей, сосиска в тесте 100 рублей. Гиря, шалама делается. Здесь есть еще шашвычки, жарят мужички. Можно посмотреть ценники большущие такие. И уже очень много лет здесь работают. Проходим вот через этот зигзаг и по прямой выходим к морю. Вкусняшки продаются. А сколько стоимость? Пакетик таких вот. Много лет, ребята, наблюдаем. Продаются напитки. Из стола работает. Но вообще ценников здесь нет. Пиво тут по 65 рублей предлагает. А жаль. Вот вот на пирожок. Здесь можно, допустим, по таким ценам прикупить. Разнообразные. Ворощем, мохито. Все по 30. Не на пляж идем, а на рынок приехали. Остается совершенно немножко, чтобы дойти до морю. Но перед этим я пойду попробую протестировать сегодня. Это будет уже не воробей, это будет муха. Посмотрим, что она может, друзья. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это печально море, у нас сегодня просто великолепного цвета Здравствуйте, вы все посмотрите, машите ручкой, хорошего отдыха Спасатель работает, возвращает мужчину назад, говорит, чтобы не рисковать своей жизнью Абсолютно верно говорит Температура воды сегодня 25 градусов, температура воздуха 32, по прогнозу 26, но это в тени на солнышке жарит не по-детски В общем, такая вот красота, дорогие друзья на пляжике Пляж хороший, оборудованный, и спасатели здесь есть Если хотите, секретом открою, можно пройти, допустим, чуть-чуть в сторонку, вот в ту сторону И там будет вообще пусто Я думаю, с квадрокоптера вы это видели Друзья, смотрите, мы отошли немножечко в сторону То, о чем я говорил, смотрите, наши шикарные дюны Здесь нет забора, свободный пляж и гораздо меньше людей, чтобы отдыхать, получать удовольствие То есть я не вру, всегда говорю, что есть и свободный места, и центральный пляж забитый Самое главное, немножко захотеть прогуляться, и все будет вообще шикарно